Вы опубликовали твит, в котором написали, что эфириум может достичь 20 тысяч долларов в этом цикле. Вы до сих пор так думаете? Никакой магии, все что я сделал, это взял графики биткоина и эфириума и сравнил их в отметках, когда они достигли миллиона кошельков. И куда же пошел биткоин? На 20 тысяч долларов. Так что я подумал, что ж, похоже это неплохой прогноз для эфира. Достигнет он этой отметки или нет, неважно. Я пытаюсь сказать, что эфир намного больше, чем вы думаете. И у нас есть пример биткоина, чтобы спрогнозировать такое же будущее для эфира. Я люблю опираться на историю, но когда я вижу что-то, что так сильно коррелирует с биткоином, я говорю, 20 тысяч звучит как резонная цель. И я знаю, для многих это звучит бредово, а все потому, что мало кто может мыслить экспоненциально. Для человека это просто очень сложно. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Я хочу сразу же сказать, что в конце этого видео я вставлю полный разбор всей этой истории Рауля Паля о сравнении графиков эфира и биткоина при достижении ими миллиона активных кошельков. Это будет полезно, чтобы понимать, о чем вообще Рауль говорит. Я уже не раз говорил о Рауле на своем канале, поэтому думаю, представлять его не стоит. Ты и так знаешь, что он является известным макроинвестором. Несколько дней назад он и еще один известный в мире инвестиций человек Лин Алден дали интервью на канале InChain Podcast, в котором обсуждали DeFi, смарт-контракты, криптовалюту и, конечно же, основной темой был эфир. Дело в том, что ранее Рауль прогнозировал 10 тысяч долларов за эфириум. Теперь он уже говорит о 20 тысячах долларах за одну монету, причем уже до конца этого года. Учитывая то, что сейчас эфириум уже почти дорос до 2 тысяч долларов, мы можем сделать вывод, что Рауль прогнозирует 10 иксов для эфира к 2022. Он говорит, что как только эфир пробьет 2000 долларов, его прогноз должен отыграть на протяжении следующих 10 месяцев. Кстати, если ты впервые на этом канале, не забудь подписаться. Здесь мы говорим о криптовалюте на регулярной основе и почти каждый день. В последние дни канал бьет рекорды по росту, и это меня очень радует. Всем большое спасибо за такую активность. Когда я посмотрел этот подкаст, первое, что меня заинтересовало, кто такая Лин Алден. И я нашел в гугле ее веб-сайт, который почему-то стал слишком огромным. Оказывается, она не просто какой-то там инвестор, а самый настоящий биткоин-максималист. То есть верит в биткоин до мозга костей. В общем-то, выходит моя коллега по цеху в каком-то смысле. Кроме того, ее организация консультирует более 10 тысяч инвесторов. Интересно то, что изучив немного ее путь, я понял, как она категорически и скептически относилась к эфиру до этого момента. Сейчас же ее настроение, как и настроение ее инвестиционной стратегии, меняется. Особенно по отношению к эфиру. У нее на сайте есть огромная статья, посвященная экономическому анализу эфира. В ней мы можем найти следующий очень интересный отрывок. В котором сказано, некоторые макроинвесторы хотят разделить свой портфель на 90% биткоина и 10% эфириума. А может даже 80% биткоина и 20% эфириума. Считаю ли я это сумасшествием? Не совсем. Как мы понимаем, она не считает плохой идеей разделить инвестиции в криптовалюту именно в этом цикле на 80% биткоина и 20% эфира, вместо обычных 90% и 10% соответственно. Чтобы не быть голословным, я хочу, чтобы вы послушали из ее собственных уст то, как она относится к эфиру. Я, конечно, переведу с английского на русский, как обычно. Я думаю, эфириум сейчас достаточно хорош, чтобы стоить внимания. По нескольким причинам. Во-первых, нужно следить за тем, как он повлияет на инвестиции в биткоин. Откусит ли он кусок пирога биткоина или они будут оба расти? Вторая причина. Как он повлияет на централизованные биржи по всему миру? Как он повлияет на банковскую систему? На индустрию страхования и так далее? Кроме того, я убеждена, что DeFi индустрия это то, на что вы должны обратить внимание. Даже если вы не инвестор. Эта индустрия здесь и она растет. Важно наблюдать за всеми ее ответвлениями, потому что мы действительно не можем знать, что будет через 5 лет. Поэтому я слежу за биткоином, за Lightning Network и теперь, конечно же, за эфиром тоже. Вот как биткоин-максималистка наконец меняет скепсис на дружелюбие. И даже своим инвесторам советуют 20% вкладывать в эфир. Вообще, тема биткоина против эфира снова набирает популярность. В твиттере о ней все говорят. Вилли Ву пишет у себя в твиттере. Думаю, это новый макроцикл. Это битва двух самых ликвидных мировых цифровых религий. Далее он провел целое расследование насчет биткоина и эфириума, чтобы в конце, наконец, сделать свой вывод. И его вывод звучит следующим образом. Биткоин лучше, если держать его в мультицикле, то есть несколько циклов подряд. Эфириум лучше, если спекулировать на нем посреди одного конкретного цикла. Так что да, эфириум в рамках одного цикла может превзойти биткоин. Мы сейчас находимся в той точке, когда криптовалюта переходит с одного этапа на другой. С 1% населения, вовлеченных в индустрию, на 10% людей, вовлеченных в индустрию. Вилли Ву представил еще один график, где сравнивает принятие интернета и биткоина. Он пишет, в рамках принятия у биткоина сейчас примерно столько же пользователей, как у интернета в 1997. Но количество их у биткоина растет быстрее. Следующие 4 года доведут количество пользователей биткоина до 1 миллиарда человек, что эквивалентно количеству пользователей интернета в 2005 году. Друзья, 4 года и миллиард человек. Действительно, совсем скоро новые инвесторы в этой сфере не смогут называть себя первыми. Родоначальниками, так сказать. Мы с тобой были и останемся одними из первых в криптовалюте. Главное, как говорится, не зазнаться. Вот что говорит Рауль по этому поводу, правда, комментируя смарт-контракты. Тем не менее, все это очень и очень связано. Так что послушай. Мы едва начали эту токенизацию. Можно сказать, мы все еще бродим вокруг с идеями. Но токенизация заденет миллионы вещей. Все вокруг, от самого сложного до простого, абсолютно все изменится. Это будет полностью новый мир. Людям даже сложно это осознать сейчас. Та же страховая индустрия изменится полностью, как только туда придет токенизация. Мы не готовы ко всему этому. Но это все грядет. Как ты понимаешь, Рауль говорит о том, что весь мир изменится так, как мы даже не представляем. Из-за эфириума, токенизации, DeFi индустрии, смарт-контрактов и так далее. Сейчас тяжело себе это представить. Но если Вилли Ву говорит, что спустя 4 года биткоином будет пользоваться целый миллиард людей, то, видимо, это развитие мира произойдет семимильными шагами. Как же важно и хорошо, что мы находимся в этой сфере, которая уже меняет мир сейчас и изменит его в будущем до неузнаваемости. И напоследок, как я обещал, вставлю разбор прогноза Рауля Паля. Он уже был у меня на канале, но я никак не могу его не вставить в этот ролик. Для тех, кто не до конца понял идею Рауля о сравнении графиков эфира и биткоина от миллиона кошельков. Посмотри и не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 4000 лайков под этим видео. Спасибо. Если ты не подписан на канал, обязательно подпишись. И увидимся в новом видео. Богатей. Он опубликовал целую ветку из 7 твитов, разбирая данную тему. Вот его обоснование. Обратите внимание на каждый твит. Один эфириум будет стоить 20 тысяч долларов США к пику текущего цикла. Либо может стоить. Судя по словам Рауля Паля, из-за чего-то под названием закон Меткалфа, который применяется к биткоину, а значит вполне может также применяться и к эфиру. Что такое закон Меткалфа? Это популярная идея, которая пришла во время интернет бума. Проще говоря, в ней утверждается, что ценность сети пропорциональна половине квадрата количества ее пользователей. То есть, если у нас есть 2 человека в сети, это 1 соединение. Если 5 человек, то это 10 соединений. Если 12, то это 66 соединений. И так далее. Мы можем взять этот закон и применить его к биткоину, а затем применить его и к эфириуму. Рауль пишет. Мы создали нашу собственную модель, чтобы продемонстрировать простой закон Меткалфа, используя активные адреса и цену актива. Сложно поспорить с тем, что ценность биткоина заключается не в этом. Тоже можно сказать и о рыночной капитализации. Угадайте, что эфириум выглядит так же, как и ранний биткоин. В этой модели биткоин опережает эфириум на 5 лет. То есть, на графике вы видите и биткоин, и эфириум. Если вы сравните их, то увидите, что эфириумные адреса растут аналогично биткоин адресам в начале, так как эфир пришел значительно позже, чем биткоин. Ой, как же так, эфир выглядит как и биткоин. Закон Меткалфа, возможно, является ключом к цене обоих активов. Это график соотношения активных адресов к цене эфириума. Однако, рыночная капитализация эфириума растет быстрее, чем у биткоина в той же точке, от первого миллиона активных адресов. Если что, биткоин обозначен белым, а эфириум синим. Слева рыночная капитализация, снизу активные адреса. И мы видим, что эфириум фактически растет намного быстрее, чем биткоин в свое время. Вот блин, правда? Неужели ценовая структура эфириума идентична структуре биткоина, когда у него было такое же количество адресов? Но кто-то же думал, что это бесполезный щиткоин. Нет, этого не может быть. Но на долгосрочном графике цена и ценовая структура тоже одинаковые. Что за черт? Но ведь только лишь биткоин это истина. Такого просто не может быть. Посмотрите, насколько близки ценовые структуры биткоина и эфириума. Все это в соответствии с Раулем Палем. Не мои слова и не мои мысли. У них одинаковые движения вплоть буквально до доллара. Блин, все это лишь закон Меткалфа с разным повествованием для каждой экосистемы. Заметьте, что цены абсолютно одинаковые. Мы не делали подгонку для цены. Мы делали подгонку для миллиона активных адресов. Да, исходя из слов Рауля Паля, эфириум в этом цикле может достигнуть 20 тысяч долларов. Так же, как и биткоин в прошлом цикле. Но рыночная капитализация эфириума будет значительно выше. Все это подразумевает то, что на протяжении текущего движения со стоимостью эфириума выше тысячи долларов США на момент этого видео, он может сделать 18 иксов и вырасти до 20 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok